Спонсор выпуска IQ Option. Бинарные опционы для каждого. Начни зарабатывать уже сегодня. Всем привет, дорогие друзья. Всем добра и позитива. С вами Сергей Симонов и вещаем, короче говоря, из Африки. Я вот просто сидел у бассейна и зазвучала музыка. А мы сейчас как раз ждем друзей наших, да. И я говорю, смотри, наши друзья подъехали, типа их встречают. Вика побежала на ресепшн, а оказалось наоборот, они провожают, короче, каких-то постояльцев, которые уезжают. Какие-то важные люди жили. И хлопают в ладоши, типа, я прикололся, говорю, слушай, они, наверное, так довольны, что они уехали, что даже вот пригласили музыкантов, типа, проводить их. И мы ржем сидим. Я говорю, Вика, я говорю, видишь, у нас все наоборот мышление. Да, мы думали, наоборот, люди обрадовались, что кто-то приехал к ним в отель. А тут наоборот, видишь, он руками машет, короче. Типа, уехали, чао, пока-то, в таком духе, он, видите, машина отъезжает. Вот, так что, ну ладно, смотрим сам ролик, будет интересно. Ну что, и снова здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, сегодня отвечу на один интересный, как мне кажется, вопрос, который пришел на наш сайт, канал добра.ру. Ну, и я сегодня сделаю ролик на заказ. Новый год же, правильно? Спрашивает этот, вопрос задает Максим, вопрос под номером 317. Сергей, доброго дня. Хотелось бы задать такой вопрос. Что для вас значит лучший друг? И как можно узнать, является ли данный человек моим лучшим другом, или он просто знакомый, или друг на один день? Заранее спасибо. Ну, вот, отвечу на этот вопрос для Максима, знаете, мне вдвойне, наверное, интересно записать этот ролик, потому что буквально сегодня мне приснился мой, как бы, лучший друг, реально лучший друг мой по жизни, да. Вот те, кто меня давно смотрит, то знают, о чем и о ком я говорю. Это мой друг со школьной скамьи еще по тем советским временам, когда мы с ним вместе пошли учиться в первый класс. Потом меня перевели в другую школу, потому что мы переехали с родителями. Потом я приезжал туда-обратно на старую квартиру. Мы с ним общались, встречались. Потом его забрали в армию, меня забрали в армию. Наши пути разошлись. Потом мы опять встречались, опять общались, созванивались. И сейчас вот на какой-то момент мы потеряли связь. Он уже не живет в той квартире, где жил, у меня нет его, как бы, телефонов, контактов, ничего нет. Зовут его Пашка, ну, зовут, звали Пашка, фамилия Косточкин. Но все мы его звали Костян по фамилии. Это мой лучший друг реально по жизни, потому что, вы знаете, вот сейчас уже мне уже там много лет, и я могу сказать, как же все-таки определить, я отвечаю на вопрос Максима, да, который прислал свой вопрос, как же вот определить, это лучший друг или не лучший друг? Да вот, наверное, с возрастом ты понимаешь, по прошествии определенного времени, да, кто для тебя был лучшим другом, кто тебя лучше понимал, кто тебя мог выслушать, кто тебя мог понять, помочь. А в те времена мы жили все одинаково, не было никаких соблазнов, что ли, были все как-то усреднены, да, то есть я помню еще в те времена мы, ну, с Костяном, буду так его называть, прибегали там ко мне домой, мать там всегда нас накормила, всегда нас напоила, всегда нас там спать уложила, да. Пацаны же маленькие, что там, 7, 8, 9 лет там были, да. Потом точно так же я приходил к ним домой всегда, пока не поешь из дома, вообще реально не выпустят. Я уж не знаю сейчас, какие отношения, какие сейчас вот именно вот дружеские отношения у современной молодежи, тоже напишите в комментариях, давайте подхватим, пообсуждаем эту тему. Лучший друг – это тот друг, которого ты вспоминаешь, который тебе снится, о котором ты думаешь, которому ты готов помочь в любой момент, в любой момент времени. Как-то мне на одном из моих дней рождения, да, по-моему, Анита Цой сказала, что Сергей говорит, понятие дружбы – это круглосуточное понятие дружбы, это не то, что там, тебе сегодня неудобно, ты завтра не можешь, там, и все остальное, да, то есть, если у тебя есть друг, ты знаешь, что ты ему можешь прийти в любой момент на помощь, и ты знаешь, что он ответит всегда взаимностью. Но самое главное, не нужно этим пользоваться, не нужно это, скажем так, ставить в культ отношений дружбы. Мое отношение к дружбе, оно следующее, то есть, нужно просто общаться и быть интересными, что ли, друг другу, то есть, быть какими-то полезными друг другу, но не с точки зрения «ты мне, я тебе». И тогда, когда ты начинаешь, как сказать, начинаешь в это, во все верить, начинаешь вот реально искренне дружить, то уходит на второй план какая-то выгодность в отношениях, да. Опять же, ребят, я честно вам скажу, у меня вот в моей жизни друзей, таких вот, ну, действительно, настоящих друзей было очень-очень мало, вообще, практически, по пальцам пересчитать. Согласен, в армейской службе у меня были друзья армейские, но именно на тот момент времени, да, то есть, потом нас тоже вот как-то жизнь раскидала, кто в других странах, кто в других городах живет, мы не общаемся. Хотя, я могу сказать, что у меня в армии тоже были армейские друзья, и даже можно сказать, что много было друзей, хороших знакомых, друзей было, да. А сейчас вот, когда ты уже в более старшем возрасте, ты прекрасно понимаешь, что настоящий друг – это тот человек, который с тобой всегда рядом, который всегда, ну, под рукой, что ли, да. На данный момент времени нет, моя жена, супруга Виктория, да, то есть, она мне и брат, и сват, и друг, и, ну, все, короче, в одном лице, и жена, и любовница, и все, что хотите, да. Это вот на сегодняшний момент. Но вот со школьной скамьи, с первых моих таких, вот, знаете, первых шагов, наверное, в обществе, да, то есть, первая там школа, там, все остальное, то есть, это был вот мой лучший друг Костян, с которым мы прогуливали уроки, с которым мы хулиганили, там, били стекла, даже нас ловили, в милицию попадали. Я помню такой уникальный случай, может быть, даже я его как-то и рассказывал, ну, наверное, и повторюсь, а может, не рассказывал, по-моему, даже не рассказывал. Был случай, когда мы пошли с ним гулять, по-моему, пошли с ним гулять, по-моему, что-то в район Красной площади, центра. Ну, что-то нам захотелось, замкнуло у нас, и мы пошли гулять. И нам захотелось просто банально пописать, да, то есть, в туалет. А в те времена, там же, не как сейчас, там, Макдональдс, там, зашел, там, в туалет, там, сходил, там, руки помыл, там, еще что-то. Раньше такого не было вообще, то есть, это вообще реальная была проблема. Были общественные туалеты, но они, их было так мало, и они находились абсолютно в каких-то, в разных каких-то частях города, что мы даже не знали, куда нам пойти. Ну, и первая мысль, которая нам пришла, зайти куда-то во двор, там, в какой-то дом, там, и, соответственно, пописать, да. И мы зашли, соответственно, в центре, там, в какую-то подворотню, нашли какой-то угол, там, не знаю, и стоим, значит, с ним, соответственно, писаем. И выходит милиционер, нас зашкерман, оказалось, что мы описали посольство какой-то страны, уж сейчас точно не помню, какой-то тоже, по-моему, африканской страны, и он нас забрал в милицию в те времена, не полиция была, милиция. Звонили нашим родителям и сказали, что мы вот плохо ведем, вот такое у нас, видите, поймали за таким вот делом, да. И это реально вот мы в советские времена на всю жизнь запомнили. Много мы с ним чудили, конечно, прогуливали уроки, как я уже говорил, то есть у нас где-то примерно были залеты примерно где-то раз, наверное, ну, в четверть, наверное, вот так вот, да, то есть мы себе устраивали так называемые выходные дни, то есть мы с ним собирались в поход, обсуждали это все заранее, то есть готовились к этому, брали бутерброды из дома, брали там какие-то там фрукты, яблоки, апельсины, то есть для нас это было событие, да. И мы шли вместо школы, мы шли совершенно в другую сторону, а те наши одноклассники всегда нас видели, что мы идем не в школу, а в другую сторону от школы, да. И потом тоже вызывали в школу там, короче, ну, проблемы были. С поведением у меня всегда были проблемы в школе, ну, и у него тоже самое. Учились мы одинаково на трешке, на четверке, но двоек не было, никогда там, в принципе, сильно не залетали мы как бы по учебе, ну, по учебе, то есть как-то вытаскивали мы все это дело. И вот мы, короче, с ним там шли, изведывали, например, какие-то новые районы в Москве, да, то есть я помню, у нас путешествия были по железной дороге, то есть мы шли там, например, по железной дороге до какой-то станции, да. Она была для нас новой, там, незнакомая, там, да, то есть мы смотрели, обследовали, исследовали, нам было это все интересно. Ну, а что там, первый, второй, третий класс в те времена было как-то спокойно с криминальной обстановкой, то есть родители за нас не переживали. Я помню, мы гуляем, там, футбол гоняем, там, на улице все остальное, мама с балкона кричит, Сергей, Павлик, домой, ужинать! И мы все шли, соответственно, домой, у Костяна тоже, мама там работала на предприятии, по-моему, Знамя революции такой был завод, да и сейчас, наверное, есть, а может нету, не знаю, опять же тоже напишите в комментариях. И она приходила всегда поздно, а у меня мама работала швей-мотористкой на швейном объединении, там, в Импеле, тоже кто знает, она приходила пораньше, она нас всегда после школы кормила. А вообще у нас была продленка, и на продленке мы тоже с Костяном, короче, проводили большую часть своего времени. Ну, я говорю, это можно долго на эту тему рассказывать, опять же, напишите в комментариях, если тема там школы вообще, она интересна, вот это вот, да, какие-то истории, там, что мы делали, куда ходили, как хулиганили в советские времена, да, потому что сейчас совершенно другие вообще ценности, да, сейчас компьютеры все долго там доту, там, Майнкрафт играют, а раньше нет, раньше мы собирались, сбивались в группы, в компании, там, не знаю, там, да, дрались, там, да, воевали, да, в футбол играли, да, любили, да, уважали, да, Ну, не знаю, все это было у нас, были какие-то, не знаю, игры, там, типа Тимурова команда, были какие-то игры, связанные, там, казаки-разбойники, ну, классно было, короче. Ребят, все, не могу просто записывать больше, большие длинные видео, потому что вот ролик где-то 10 минут, у меня уходит 5 часов на монтаж, соответственно, видео, поэтому вы уж меня сильно не вините, но ролики будут регулярно выходить. Вот, всех еще раз поздравляю с Новым годом, с Рождеством, всем добра и позитива, ребят, будьте добрее, смотрите на все проще, поверьте мне, я с высоты лет вот знаю, о чем говорю, да, просто проще смотрите на все, да, что бы ни происходило, как бы у вас жизнь не бросало, как бы у вас жизнь не кидало. Если у вас есть свой лучший друг, берегите его, и спасибо Максу за тот вопрос, который он прислал нам на наш сайт, канал добра.ру, и ролик на заказ никто не отменял, я буду и продолжать заходить на сайт и отбирать самые интересные вопросы. Все, с вами был Сергей Симонов, чао, пока!